Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбых дней, и мамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Неделя о блудном сыне. Потрясающая, глубокая история, которой можно питаться каждый раз. Каждый год мы вспоминаем, и каждый год что-то новое для нас открывается. И с новой силой мы соприкасаемся с милостью Божией, с любовью, с бескорыстием. С незлопамятностью. Отец Небесный, наш Господь, который в притче улицетворяет отец двух сыновей, отпускает младшего. Да, так бывает. Мы часто живем вот в этой гиперопеке. Сыну уже там 25, 30, 40 лет, а все вокруг него. А вдруг что-то не так? А вдруг он уйдет? А вдруг с ним что-то случится? Ну да. Но для кого-то необходимо, для его трезвения, для его возвращения к жизни необходимо пройти определенные испытания, искушения и даже в какие-то грехи вляпаться. Потому что, ну по-другому, его сердце, оно не очистится от этой скорлупы самодовольства, сосредоточенности на благах этого мира. Иногда надо все потерять, чтобы начать сначала. И вот самый прекрасный в мире Отец, зная, что его сын уйдет на страну далечия и расточит имение свое, живя блудно, он его отпускает. Отпускает, конечно, с болью. И с состраданием, зная, что придется ему пережить. Но и с надеждой, что вот этот путь, он в конце концов родит в сердце покаяния и ценность отца, отчего дома, и жажду в него вернуться. И вот Отец ждет. Ждет долго. Выходит на порог дома, вглядывается вдаль. И вот когда вдали, в какой-то день появилась маленькая черная точка, которая стала расти, и Отец увидел, ну по каким-то слабым признакам, уже сын изменился до неузнаваемости, он походил, его походка изменилась, он обремкался в лохмотьях. Но что-то в нем напоминало отцу про его сына. Вот Отец бросается вперед. Он бежит. То есть Бог, Он всегда нас ждет, Он всегда выходит к нам навстречу. У пророка Иеремии, в первых главах его книги, Господь неоднократно обращается к израильскому народу в разных образах, выгорит, как девица, которая пошла и блудодействовала и там, и там. И дальше Он задает вопрос, вот как вот муж, жену может взять там после любодеяния? Отпустил, а нас другим потом взять. И так пророк рассуждает, ну по-человечески это сложно. Но Господь, Он всегда ждет, куда бы человек ни вляпался, и как бы он ни замарал свою душу и ни отвергся своего первородства, Господь все время ждет. Придите, говорит, ко мне, я вас очищу, я вас приму, я убелю ваши одежды. Если вы были там багрены, я их убелю, как снег. Господь всегда ждет. Отец любит до конца. И поэтому как бы человек далеко не ушел, как бы он не изуродовал себя грехами, не сплел свою душу с этими свиньями на стороне далечия, в нем всегда сохраняется вот это первородство, что когда сын пришел и начинает с сокрушением, говорит, «Отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». И отец не дает ему закончить. Он знает, что в сердце приготовлено «прими меня в число наемников», но он не дает сказать эти слова, потому что ты можешь быть недостойным сыном, но ты не можешь быть у отца наемником. Ты сын. И отец возвращает ему и перстень, знак власти, и одежду, и водит в дом, и объявляет праздник громкий, шумный. Собираются друзья, потому что «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Любовь Божия, она не имеет границ. Поэтому не будем никогда отчаиваться. Как бы не заплутали, как бы далеко не ушли, мы дети Божьи. И Он нас всегда ждет. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!